Как вам идея Еврокомиссии о том, что Apple должна сделать iMessage совместимым с WhatsApp? Кажется, похоже на попытку смешать воду с маслом, но в мире технологий. Но пока мы размышляем об этом удивительном сочетании, не забудьте подписаться на канал. Я Александр Атипов, и впереди нас ждут самые бесподобные новости недели. Вымогательское ПО атакует самый крупный банк Китая. Пострадали рынки казначейских облигаций. ICBC, гигант мирового банковского сектора с самыми большими активами, столкнулся с масштабной хакерской атакой. Сначала атака полностью парализовала работу банка, а теперь стало известно, что ICBC, по всей видимости, вынужден был удовлетворить требования вымогателей. Группа хакеров Lockbit использовала уязвимые системы Citrix для взлома банковских систем. По неподтвержденным данным, они добились выплаты выкупа от банка. Последствия атаки коснулись не только китайского, но и американского финансового рынка, приведя к значительным долговым обязательствам ICBC. Несмотря на кризис, ситуация на рынке постепенно стабилизируется. В ICBC пришлось временно перейти на использование сервиса Google для общения из-за сбоя в работе корпоративной электронной почты. Инцидент стал напоминанием для всего мира о том, что даже крупнейшие, казалось бы, непроницаемые финансовые учреждения могут стать жертвами киберпреступников. Байден и Си согласовали исторический запрет на военный ИИ. США и Китай наконец-то решили объединить усилия в борьбе с угрозой неконтролируемого искусственного интеллекта. Страны договорились о запрете использования ИИ в автономном оружии, включая дроны и системы управления ядерным арсеналом. Это просто огромный прорыв в обеспечении глобальной безопасности. Наконец-то политики осознали всю опасность неконтролируемого ИИ, способного спровоцировать непредсказуемые конфликты. И решили объединить усилия, чтобы не допустить катастрофы. Конечно, это только первый шаг. Предстоит еще много работы по выработке международных норм использования технологий искусственного интеллекта. Но сам факт, что страны находят общий язык в этом вопросе, уже внушает оптимизм. Это значит, что человечество может контролировать опасные технологии, а не наоборот. Впереди нас ждет светлое будущее, без страха перед ИИ. Я верю, что вместе мы сможем найти разумный баланс в использовании этой мощной технологии. Смертельная ошибка. Робот-погрузчик убил человека в Южной Корее. В Южной Корее произошел просто кошмарный и трагический случай на одном из заводов. Представляете, промышленный робот перепутал человека с коробкой с овощами и жестоко его раздавил. Бедный рабочий погиб прямо на глазах коллег. Как выяснилось, это произошло из-за сбоя в работе датчиков робота. Вместо того, чтобы распознать человека, машина решила, что перед ней очередная коробка для сортировки. И словно в фильме ужасов прижал рабочего к конвейеру, раздавил ему грудь и лицо. К сожалению, это далеко не первый инцидент с промышленными роботами в Корее. Очевидно, что их системы безопасности требуют срочного пересмотра и усовершенствования. Иначе подобные трагедии будут повторяться. Киберпреступники идут в ногу со временем. Поддельные колл-центры и нейросети на службе зла. Как сообщают разведчики из Positive Technologies, кибермошенники в третьем квартале 2023 года решили не отсиживаться в окопах, а перейти в наступление, усложнив тактики социальной инженерии. Хакеры теперь не только за нами гоняются, но и за руководителями крупных компаний. Используя что-то вроде зловещего Evil Proxy, они как ниндзя в тени атакуют тех, кто владеет самой ценной добычей, деньгами и секретами. А в Южной Корее однобанда хакеров даже придумывала новый фокус. Объединили фишинговые сайты с голосовым мошенничеством. Как вам идея? Звонишь в банк, а там уже поджидают, чтобы успокоить тебя и опустошить счет. Главное, что теперь даже звонок в банк не спасает. На том конце все равно окажется кибердиверсант. Похоже, нам нужно срочно переходить на голубинную почту, а лучше вообще на оффлайн-общение в бункере без интернета. И помните, ребята, в мире, где хакеры могут превратить даже невинный ПДФ в оружие, всегда лучше перебдеть, чем недобдеть. Будьте на чеку, не давайте эти кибершулерам выиграть у вас в карты. Глава Тинькофф Банка. Дефицит IT-специалистов снижает качество работы и увеличивает зарплаты. Глава Тинькофф Банка поднял тревожные тенденции на рынке труда в нашей сфере. Это не просто очередные стинания о нехватке кадров и росте зарплат. Проблема гораздо глубже. А специалисты не понимают, зачем учиться, раз и так всех берут. В итоге снижается общий уровень профессионализма в отрасли. Если так пойдет дальше, то через несколько лет у нас будет толпа слабых специалистов, не способных создавать качественные и надежные IT-продукты. Наше будущее под угрозой. Давайте не расслабляться и будем постоянно расти профессионально. И требовать от этого от новичков, а не просто сажать их на зарплату повыше. Только так мы сохраним высокий уровень отрасли. И наше конкурентное преимущество в мире. Скучно на лекциях по ИБ, Positive Technologies предлагает преподавателям разнообразие и практику. Компания Positive Technologies запускает специальную школу для преподавателей гибербезопасности. Цель – сократить разрыв между вузами и реальными потребностями отрасли. Сейчас этот разрыв огромен. Студенты получают зачастую устаревшие знания, которые плохо применимы на практике. А компания испытывает колоссальный дефицит квалифицированных кадров. Чтобы решить проблему, опытные эксперты ПТ будут делиться актуальными знаниями о кибер-угрозах и методах защиты с преподавателями вузов. Те, в свою очередь, смогут разработать современные учебные курсы для студентов. Это по-настоящему важная инициатива, которая позволит вырастить новое поколение специалистов, готовых противостоять реальным угрозам. Так держать Positive Technologies. Развитие кадров – залог успеха всей отрасли. VPN в России. Кардинальные изменения с 2024 года. На этот раз Минцифра решила взяться за VPN-сервисы. Экспертная комиссия ведомства будет выборочно блокировать отдельный VPN и протоколы в мобильных сетях. Мол, это все ради нашей безопасности, чтобы мы случайно не наткнулись в интернете на что-то опасное для нашего неокрепшего разума. Конечно, как всегда в таких случаях, мнения разделились. Одни считают, что это удар по нашим гражданским правам и свободам. Другие уверены, что так будет надежнее и спокойнее. А кто-то и вовсе предлагает сразу включить в интернет в России, чтоб наверняка. Будем надеяться, что хотя бы мессенджеры и соцсети оставят в покое. А то ведь поговорить толком не с кем будет скоро. Всем удачи в освоении новых правил интернет-игры. Пока можно, пользуйтесь VPN и наслаждайтесь свободным интернетом. А там, будь что будь. Нейросеть Сбербанка улучшила флаг России и чуть не посадила разработчиков. Интересные подробности о скандале с нейросетью Сбера. Оказывается, сотрудников банков вызывали в прокуратуру из-за того, что ей нарисовал российский флаг с куполами на нем. Как рассказал глава Сбера Герман Греф, это вызвало возмущение некоторых депутатов, которые увидели в этом оскорбление национального символа. Представляете, дошло до уголовного дела. К счастью, прокурор отнесся с пониманием и отпустил сотрудников с предупреждением. Но Сберу пришлось ограничить возможности искусственного интеллекта. Из-за чего тот потерял в творчестве. Этот курьез показывает, насколько мы еще далеки от понимания технологий ИИ. Их ошибки идут вразрез с человеческой логикой. Поэтому так важно не перегибать палку в регулировании, чтобы не тормозить процесс. В общем, забавная и показательная история. И главное, что обошлось без реальных санкций для разработчиков Сбера. Хотя впредь им придется быть повнимательнее к таким нюансам. Новый метод кражи NTLM-токенов в Microsoft Access. Компания Checkpoint разоблачила новую угрозу в Microsoft Access, которая может вызвать настоящий хаос. Представьте, функция связывания с удаленными таблицами SQL Server в Access теперь может быть использована киберпреступниками для кражи NTLM-токенов пользователей Windows. И это не шутки. Ведь NTLM, это древний протокол аутентификации от Microsoft, уже давно считается устаревшим и уязвимым. Хакеры могут использовать любой TCP-порт, даже 80-й, чтобы проникнуть в ваши системы. Как это работает? Они просто заманивают жертву открыть специально подготовленный файл. И как только вы кликаете по связанной таблице, бац, ваши NTLM-токены украдены. И хотя Microsoft устранил эту уязвимость последней версии Office 2021, опасность все еще витает в воздухе. Ваша безопасность в ваших руках. Тайная операция азиатских кибергрупп. Вскрытие тактик шпионажа от Касперского. Исследователи выпустили настоящий кладезь знаний. Почти энциклопедический гайд по ТТП азиатских АБТ-групп. Этот гайд не просто теория. Он основан на анализе сотен инцидентов за 2022-2023 годы. Что он дает? Ключ к пониманию эффективной защите от атак киберпреступников. Исследователи не просто собрали данные. Они выявили ограниченный спектр часто используемых техник и уникальный почерк атакующих. В их 370-страничном аналитическом отчете вы найдете не только описание, но и практические рекомендации, включая правила для обнаружения угроз в вашей инфраструктуре. Используйте эту информацию, чтобы укрепить свои защитные меры. И оставайтесь на шаг впереди киберпреступников. SafeBridge нашла способ бесплатно майнить криптовалюту на Microsoft Azure. Хакеры научились полностью бесплатно и незаметно майнить криптовалюты на чужих облачных серверах Microsoft Azure. Это просто кошмар какой-то. Представляете, эти мошенники придумали, как обмануть систему и использовать чужие мощности для своего обогащения. При этом их деятельность абсолютно невидима для владельцев серверов. Компания SafeBridge, которая это выявила, предупреждает. Под угрозой не только криптовалюты, но и любые ценные данные на серверах Azure. Нужно срочно усилить мониторинг и обучать специалистов распознавать признаки скрытого исполнения кода. Иначе последствия могут быть просто катастрофическими. SafeBridge разработала и предоставила доказательства концепции под названием CloudMiner. Вызвал негативную реакцию от Microsoft. Компания выразила забочность, поскольку, несмотря на выпущенные обновления, обнаруженный метод по-прежнему остается уязвимым для эксплуатации. 0DFC8. Утечка данных и финансовые потери. Киберпреступники в очередной раз нанесли сокрушительный удар по корпоративной безопасности. Использовал критическую уязвимость в популярной программе SysAid. Эта хитрость позволила хакерам пробраться на сервера компании по всему миру и похитить конфиденциальные данные. Ситуация просто ужасная. Я в шоке от наглости этих злоумышленников. Они действовали очень изощренно, загрузив вредоносный файл в самое сердце системы. А потом, представляете, еще и следы замели, удалив журналы. Ни стыда, ни совести. Теперь компаниям нужно срочно обновить ПО и тщательно проверить сервера на предмет вторжений. Нельзя расслабляться ни на минуту, иначе эти киберграбители нанесут еще более сокрушительный удар. Робот-собака в центре героической полицейской операции в Голливуде. В Лос-Анджелесе произошел инцидент, как в фантастическом боевике. Полиция при помощи робота-пса задержала вооруженного преступника в автобусе. Представляете, этот четвероногий андроид влез в салон и уговорил мужика сдаться. Когда тот проигнорировал все требования копов, у меня просто мурашки от таких сцен, как из фильма Робокоп. Конечно, случай вызывает опасения насчет возможных злоупотреблений. Но в данном случае робопес явно помог избежать жертв и тяжелого штурма. Так что можно сказать, технологии на службе людей и для общественного блага. В общем, у меня двоякие чувства от этой истории. С одной стороны, круто видеть такие фантастические штуки. С другой, надо следить, чтобы роботы не заменили копов совсем. Но в любом случае, эпическая новость, прям как в голливудском боевике. Уникальные наушники с функцией семантического слушания. Сохраняют тишину и оставляют вас на связи с миром. Ученые работают над революционной технологией для наушников. Они создали систему семантического слушания, которая пропускает нужные звуки даже при включенном в шумоподавление. Представьте, вы идете по улице, включаете режим тишины в наушниках, но при этом слышите пение птиц или приближающийся автомобиль. Круто? Правда? Это достигается благодаря искусственному интеллекту, который анализирует звуки в смартфоне и пропускает только нужные. Пока система не идеальна и путает похожие звуки. Но в будущем технология может сильно изменить наши наушники. Так что скоро, возможно, мы сможем наслаждаться музыкой на улице и в то же время слышать опасности вокруг. Или слушать лекции, но улавливать вопросы аудитории. Новый горизонт для наушников и нашего слуха. В академическом мире новая беда. Исследователи тайком используют чат GPT для написания статьи, игнорируя правила журналов. Но ученые нашли способ. Их новый AI-детектор с легкостью вычисляет подделки. Ставят точку в игре. Угадать, написал человек или машина. Наука против науки. Битва эпических масштабов. Google и европейские телеком-гиганты бросают вызов Apple. Делайте iMessage доступным для всех. Они требуют, чтобы iPhone не был единственным курортом для синих сообщений. Это битва за цифровое равноправие или просто зависть конкурентов к Apple эксклюзиву? Signal играет в инкогнито. Мессенджер тестирует публичные юзернеймы, скрывая номера телефонов для большей конфиденциальности. Звучит как шпионский триллер, но на самом деле это всего лишь новая функция для тех, кто хочет чатиться анонимно. Пока что это эксперимент, так что, пользователи, готовьтесь к возможным сюрпризам и багам. Россия делает ход шахматной партии мировой интернет-политики. Предложение создать отдельный интернет для стран Brics+. Задача — создать киберпростасов с традиционными ценностями, в отличие от их интернета с его грязью. Brics пополняется новыми игроками, Россия видит в этом шанс для создания альтернативной цифровой реальности. В России зазвучала новая нота в музыке интернет-политики. Депутат Горелкин предлагает отменить безлимитный доступ к YouTube. Мотив — снижение нагрузки на сетевое оборудование, где YouTube зажигает на 30-50% трафика. Но вот что интересно, в Москве интернет только ускоряется, а в регионах — тормоза. Связь с инвестициями в столичную инфраструктуру или просто случайность? Вопрос остается открытым. На этом все. С вами был Александр Антипов, аниматроник информационной безопасности. Считайте наши новости, смотрите наши видео, подписывайтесь на нас в Телеграм и ВКонтакте. Всем позитивной рабочей недели. Скоро увидимся. Мы приготовились на фронт, все темно и начали. Какие пальцы? Я всегда так руки держу. Нифига. Не надо. Да-да. Пальцем, как раньше. Нытье. Ну, нытье. Давай, будем надеяться. Давай, всем удачи. Давай, всем удачи. Ты меня кофтой называешь. Это ты меня свитером назвала, бля. Сами вы кофта и свитер, бля. Мужик подходит к бабе, она что-то там начинает какие-то разные странные вещи говорить про одежду. Это кеды. Не это такое. Это кеды. Не это такое. А, значит, кеды. Нет, это такое. Проще надо быть в этой жизни. Включай правила для... Но при этом слышите... Забьем. Аргументов споры, которые переспорить невозможно. Би-би-би-би-би-би. Кому... Аплодируйте камеру. Кому тебе. Спасибо.